Павла Трубинера всегда приглашают на съемки фильмов, где нужен мужественный и брутальный типаж. Его герои всегда идут до конца и неважно, за что они борются, за всеобщую справедливость или отстаивают личные интересы. Его обожают зрители, особенно зрительницы, потому что он умеет вызвать симпатию и интерес. Среди сыгранных им ролей нет слабаков и неудачников, они сильные, мощные и харизматичные. Первая слова пришла к актеру Павлу Трубинеру после исполнения роли главного героя в картине «Плюс бесконечность». Родился уважаемый Павел Трубинер 20 ноября 1976 года в поселке Северный под Москвой. Его родители Константин и Зинаида Трубинер занимали должность инженеров на Северной водопроводной станции, которая считается самой большой в Европе. Там же в свое время работали дедушка и бабушка Паша, с которыми они жили вместе. Именно дедушка с бабушкой сыграли основную роль в воспитании Павла. Он всегда гордился своим дедом и вспоминает о нем до сих пор. Он прошел всю войну, честно трудился, был отличным спортсменом и кроме этого он научил внука правилу, что всему придет свое время. И по этому принципу Трубинер старается жить. Бабушка во время войны жила в оккупированном Лобне. Прадеда расстреляли фашисты в самом начале войны. Память о погибших родственниках чтится каждым новым поколением. Бабушка и дедушка Паши очень рано умерли. Вскоре не стало и отца Паши. Именно в то время он понял, что не стоит предаваться собственным желаниям и переживаниям, что теперь он в семье за главного. И маме больше не на кого надеяться. Исключительно на него. Успеваемость в школьные годы у Паши не поднималась выше средних оценок. Он получал одни тройки. Любимым предметом была литература. В свободное время играл в футбол с другими мальчишками со двора. Зимой основным занятием был хоккей. В детских мечтах Трубинер видел себя военным или спортсменом. Об актерской профессии он даже не вспоминал. О том, что мальчик обладает актерскими способностями, стало известно в восьмом классе. Преподаватель литературы предложила ученикам поставить спектакль «Ревизор по Гоголю». Павлу досталась роль смотрителя, богоугодных заведений, земляники. Это был герой второго плана. Но Павел очень серьезно готовился к воплощению его на сцене. Напялил на себя сюртук поверх накладного живота. И начал говорить бас. Получить школьный аттестат у Паши не получилось, потому что в их школе закрыли выпускные классы. Пришлось принимать решение, куда поступать в Москве. Его одноклассница Анна Большова предложила идти в театральный колледж. Пригидесь. И Павел согласился. Он справился с экзаменами и был зачислен на курс к Борису Голубовскому. В том же году развалился СССР. И Трубинер вместе с однокурсниками оказался между двух эпох. Диплом об окончании колледжа он получил в 1994 году. И не смог реализовать свои способности. В те годы кино почти не снималось. В театре тоже молодому артисту ничего не светило. Павел начал заниматься продажей компьютеров и организацией детских футбольных матчей. Это было и хобби, и источник доходов, позволяющий нормально жить. Первый солидный доход Павел получил после съемок в рекламе «Кофе-несс-кафе», которая появилась в 2002 году. Тогда его фотографиями были увешаны не только фасады московских высоток, но и глянцевые журналы. Слоган в этой рекламе был очень многозначительным и гласил, что все начинается с «Кофе». И в 2004 году у артиста действительно начала складываться кинематографическая биография. Он дебютировал в картине «Солдаты», где исполнил незначительную роль лейтенанта. Вслед за этим его позвали в мини-сериал «Плюс бесконечность», где он сыграл Курбатова. Данная роль принесла молодому артисту первую узнаваемость, и приглашений на съемки стало намного больше. В 2006 году Турбинера позвали на съемочную площадку картины «Бесы» по Достоевскому, в которой ему довелось перевоплотиться в Гаганово. После этого он засветился в ленте «Сдвиг» в образе спецназовца и в фильме «Огония страха», где ему досталась роль Сергея. Настоящая слава и известность пришла к актеру вместе с картиной «Курортный роман», вышедшей на экраны в 2007 году. В этом проекте Павел стал обаятельным и слегка загадочным парнем Саши. В 2008 году имя Турбинера зазвучало с большей силой. Причиной тому стал сериал «Частный заказ», где он примерил на себя роль Кирилла Воинова. Многочисленным поклонникам очень нравится его роль в картинах на военную тематику. Павел в этих образах смотрится очень даже реалистично, чувствуется преимственность поколений. Самыми удачными его работами на эту тему стали ленты «Охота» на Вервольфа и его роль Нестерова, военная разведка, где он перевоплотился в клима Павловского и «Грач». Детективный сериал «Грач» первыми увидели зрители украинского канала «Интер» в 2012 году. Турбинер примерил на себя образ майора Сергея Грачева. Другие роли в этой ленте достались Вадиму, Демчугу, Светлане Ивановой и Вану Ахлобыстину. В 2013 году Турбинер и Иванова оказались среди приглашенных на шоу «Вечерний урган», где рассказали о работе над картиной. Многие из персонажей Турбинера похожи между собой, но его поклонники твердо убеждены, что их кумир может сыграть в любом амплуа и органично вживаться в любой, даже самый сложный характер героя. В 2012 году в фильмографии Турбинера пополнилась сериалом «Дневник доктора Зайцевой», где он неожиданно для всех стал заведующим гинекологией румынским. Захватывающей была его роль в картине «Убить Сталина», в которой ему пришлось предстать вражеским агентом. На сегодняшний день в копилке актера несколько десятков сериалов и картин. Самыми успешными работами 2014 года можно считать мелодрамы «Вдовец» и «Спешите любить», а также исторический триллер «Волча солнце». Приятным сюрпризом для поклонников стал многосерийный проект «Мамочки», вышедший на экран в 2015 году. Зрители так тепло приняли этот ситком, что создателям не оставалось ничего другого, как снять продолжение истории. Премьера второй части прошла в 2016 году. В 2015 году Павел снова появился в другом амплуа. На этот раз он стал покорителем женских сердец Григорием Орловым в картине «Великое», о жизни Екатерины Великой. Роль императрицы режиссер доверил Юлии Снегирь. Сам проект получился очень дорогостоящим, но зато успех его превзошел все ожидания. И снова новый фильм, и снова в том же 2015. На этот раз Трубинер засветился в мелодрамах. «Неразрезанные страницы» и «Один день, одна ночь». В основу обеих картин легли произведения Татьяны Устиновой. Режиссер тоже был один, Петр Амелин. Даже исполнители главных ролей были те же – Кристина Бабушкина и Павел Трубинер. В 2016 году на суд зрителей представили боевик «Второе зрение», в котором Павел сыграл ослепшего следователя Ефремова. Оказалось, что потеря зрения только помогла ему раскрыть преступление. Он веет то, что его зрячие коллеги в упор не замечают. Затем были съемки в комедийном проекте «Вызов», где Павел стал русским ученым, приглашенным на работу в штат. Но любовь к женщине не заставила его изменить свои планы. Заметная роль досталась Трубинеру в картине «Гостиница Россия», где главную героиню сыграла Екатерина Вилкова. Еще одним необычным проектом стала лента «Жизнь после жизни», в которой Трубинер снялся в главной роли Сергея Воробьева, убитого лучшим другом. Его душа смогла вернуться на землю, только в другом теле, и он пытается помочь своей жене. Кроме Трубинера в этой ленте задействованы Анатолий Кот, Александр Рабак, Александр Урсуляк. В 2017 году украинское телевидение показало сериал «Тайный ложь», где ключевые роли достались Ольге Ломоносовой и Павлу Трубинеру. В том же году закончились съемки драмы «Хождение по мукам» режиссера Константина Худякова. Все, кто близко знают Павла Трубинера, говорят о его скромности и порядочности. Он не страдает звездной болезнью, по-прежнему прост и открыт в общении. Отдыхать артист любит в уединении или с самыми близкими ему людьми. Достаточно долго личная жизнь артиста не вызывала особого интереса у журналистов, пока в ней не произошли кардинальные перемены. В 2010 году эта сторона жизни артиста достаточно долго и пристально освещалась в прессе, причем не сходила с первых полос почти всех изданий. Именно в том году он развелся со своей первой женой. Ольга Мухортова, известная спортсменка и рекордсменка по пятиборью, была его первой женой. В этом браке у супругов родилось два сына, Павел и Александр. И вот этот благополучный брак рухнул в одночасье, чем и привлек к себе пристальное внимание журналистской братии. Причины такого решения достаточно банальны. Актриса Юлия Мельникова, коллега Трубинера по театру Сатирикон. Их знакомство состоялось 1 ноября 2010 года, а спустя 6 лет день в день родилась их дочка Лиза. По мнению поклонников артиста, он очень похож на его коллегу Егора Бероева. По этому поводу ему часто задают вопросы о его родстве. Оказалось, что никаких общих предков у них нет, однако это не отменяет факт внешнего сходства мужчин.